Немиров Субтитры создавал DimaTorzok Но нас спасло правительство Меня вытащили из грязи Я присоединился к рабочему корпусу Что там было? Нас сначала учили читать и писать А потом овладевать рабочими профессиями Вот так я спасся А потом был боксерский зал Один из полицейских офицеров Был в прошлом боксером Он мне сказал Давай-ка попробуем стать олимпийским чемпионом Я так и сделал В Мексике в 68-м году Джордж Форман появился на ринге Имея за плечами 18 любительских боев Он просто избил своих противников Одного за другим Он был чудовищно физически силен Знаете, у нас кое-кто из команды американская Занимался тем, что протестовал Против угнетений и так далее Я не протестовал Я был молодой парень, 18 лет И я добился всего Мне казалось всего Формана пригласили к президенту Линдону Джонсон Великая честь Раньше ее удоставивались только Джо Фрейзер и Мухаммед Али Люди, которые оставили колоссальный след в судьбе Джорджа Формана И в этой судьбе было столько поворотов, взлетов и падений Которые в конце концов-то привели к тому, что Джордж Форман превратился в суперзвезду Такую звезду Которую приятно было видеть даже в телевизионных рекламах Джордж Форман и его девять детей Герои рекламных роликов в Америке Итак, знакомьтесь Джордж Форман пятый Джордж четвертый Джордж третий И Джордж младший И, наконец, самый главный Джордж Меня ограбили, кажется, меня ограбили Джордж Форман стал профессионалом По простой причине Он хотел заработать денег Но Обстоятельства привели его к бою за титул Знаете, обычно перед боем Я старался заставить противника опустить глаза А в бою против Джо Фрейзера Который побил самого Мухаммеда Али Я очень боялся, что он опустит глаза Знаете, я боялся, что он увидит, как дрожат мои коленки Джордж Форман действовал в этом бою Как стенобитная машина Сокрушая все и вся на своем пути Фрейзер был повержен И это был шок Потому что никто не давал ни единого шкафа в мире Вот что главное Это, конечно, потрясающий драйв Но главное Это была Роль в обществе Вот что было главное Кен Нортон Очередной победитель Мухаммеда Али Был повержен тоже Казалось, ничто не может остановить Джорджа Формана Форман просто разорвал Нортона Мне казалось, что меня никто не может побить Я луну готов был бить ударом с неба И мне казалось, что я буду чемпионом мира долгое время Но настал момент Когда Джордж Форман вышел ночью Черной ночью в Черной Африке против Мухаммеда Али Вы знаете, мало кто давал шансов Али на этот раз В бою против этой страшной ударной машины Под именем Джордж Форман Али ведь был уже не молод Многие считали, что у Али все в прошлом И для многих казалось, что все шло по тому сценарию, который предсказывали Предсказывали все, в том числе и писатель Норман Мейлер Я думал, что я сокрушу его за один раунд, говорит Форман Я ведь побил Фрейзера, побил Нортона Я бил его в первом раунде, во втором, в третьем, в четвертом и в пятом Он мне говорит, ты это все, на что ты способен? И тут у меня кончился бензин встать Но бой был закончен Я потерял титул Я потерял титул в бою против самого большого болтуна в мире Это было ужасно Прошел целый год, прежде чем я смог нормально спать Мухаммед Али снова ответил на вопрос, который задавал сам себе публично Не я ли самый великий боксер в мире после того, как побил Джорджа Форман Вот так Джордж снова стал претендентом на титул Но с ним произошла странная вещь В Парта-Рико я встретился с Джимми Янгом Бой длился 12 раундов Никакого вреда Джимми мне не нанес И я ему тоже Я вернулся в раздевалку И лег И вдруг увидел себя лежащих в столбе света Это меня так напугало И я увидел лицо Лицо Иисуса И я закричал Иисус не зашел на меня Не зашел на меня Верьте этому или нет Но я видел то, что я видел Мне было 29 лет Когда я поменял всю свою жизнь И я посвятил свою жизнь Христу Знаете, это замечательная жизнь Люди зовут меня Брат Джордж Дядя Джордж Я священник в своем приходе И счастлив видеть моих прихожан Как тебя зовут? Форман И тебя Форман? Поразительно У Джорджа Формана Не было ни малейшего желания Возвращаться на ринг Но у него и его брата Роя Был боксерский зал Они завели его специально Чтобы работать там с проблемными Как в Америке говорят Или трудными детьми И нужны были деньги Вы знаете, я не привык клянчить Я решил заработать Я любил бокс Я решил вернуться на ринг Это должен быть центр Джорджа Формана Я правда примерил свои трусы И они на меня не налезли Я весил 315 фунтов Мне нужен был кто-то, кто помог бы мне вернуться И это был Арчи Мур Великий Арчи Мур Он был достаточно стар, чтобы научить меня чему-нибудь новому Арчи Мур Это легенда мирового бокса Это целая эпоха Он родился в 1913 году И 25 лет ему не было равных на мировом ринге Лучший полутяж мира Он и по-прежнему в этом возрасте Был такой же точный Прицельный Как и в ринге В свое время Арчи Мур был специалистом по нокауту Он это делал виртуозно Он был одарен от природы Я не знаю, почему я был такой, говорит Арчи Мур Вы знаете, я был действительно хорошим боксером У меня был стиль У меня был хороший стиль Не надо забывать, что карьера Арчи Мура пришлась на те годы Когда была распространена расовая дискриминация Тем труднее ему было добиваться результатов Например, Джорджи Форн Старый бой с Дюреллом Потряс тогда публику В 11 раунде он нокаутировал лучшего боксера мира Я не предсказываю результат Но все мои предсказания Внутренние предсказания сбываются Его отношение к тренировкам было почти религиозно 250 отжиманий в день В любом состоянии И 125 побед нокаутом за всю карьеру Вот кто такой Арчи Мур С Арчи Муром в углу и братом Роем Джордж Форман начал свою карьеру заново Это вызвало насмешки Джорджа называли бывшим Но скоро шутки кончились Это была большой загадкой Как Джордж смог вернуть себе прежнюю форму А он шутил Что ему помогает тренироваться чизбургер Если я промажу слева Если я промажу справа Я уж достану вас своим животом Наступил момент Когда Джордж Вышел против Самого Холлифилда Мы работаем Как все другие люди Люди других профессий Я имею ввиду боксеров На ринге в Атлантик Сити Тогда вспоминал Джордж Они представили Фрейзера Который сошел давно с ринга Они представили Мухаммеда Али Который давно сошел с ринга Я подумал А что я тут делаю Может и мне с ринга сойти пока не поздно Все сочли этот бой Как аттракцион Как шутку Поистине Человек 44 года Разве он может Противостоять молодому Мощному Быстрому Звездному Холлифилду Удары Холлифилда Разбивается словно Огранит В защиту Формана Но больше всех потрясло То, что Форман Достаточно быстро Для своих лет Холлифилду Здорово везло Мало кто мог Выдержать удар Джорджа Формана Холлифилд Боксер и тяжеловес Холлифилд Своим ударом Просто потерял веру Как он сказал После боя Что он может Пробить Формана Холлифилд Холлифилд Выкладывается Полностью Мало кто мог Выдержать этот Джейф Этот напор Форман стоит Принимает все На себя И стоит И самое интересное Что Многие помнили Формана Те кто помнил Ведь прошло уже Больше 10 лет После того Как он Царствовал на ринге Всех поразило Что Форман Стал лучшим Боксером Чем был прежде Раньше Это была Просто ударная машина Сейчас Это боксер Боксер Искусный Форман Пробил Все Что Холлифилд И Пробил Время Форман Проиграл Тогда Бой Проиграл По очкам Но он потряс Холлифилда Я поражен тем Что Джордж В такой Замечательной Форме Потрясающий бой Джордж Потрясающий Джордж Форман Заработал Миллионы Для своего Юношеского Центра Но он С таким же Удовольствием Продолжал Выполнять Обязанности Священника Понятное дело Освобое удовольствие Ему доставляли Свадьбы Итак Возьмите Кольцо И повторяйте За мной С этим Кольцом Я дарю Тебе Свою Любовь И от имени Иисуса Христа Объявляю вас Мужем И женой Поздравляю Чтобы делать что-то Надо это любить А я это люблю Мне это нравится Надо иметь мужество Воспринимать вещи Такими, как они есть Которые не можешь изменить Я рвался, рвался К бою за титул Чемпиона мира И я его получил Этот шанс К бою за высший приз Мирового бокса Корону чемпиона мира В тяжелом весе Вы знаете, что на ринге Чемпион Майкл Мурак И претендент Джордж Формен Бывший чемпион мира Еще в 1973 году Уникальность ситуации в том Что Формен Старше своего соперника На 20 лет Ему идет 46-й год 12 тысяч зрителей Со всей Америки Собрались в зале МГМ Грэнд В Лас-Вегасе И еще миллионы людей Застыли у своих телевизоров Они, затаив дыхание, ждут Удастся ли Джорджу Формену То, что еще не удалось никому Стать чемпионом мира На пятом десятке Все симпатии публики На стороне Джорджа Формен Но объективное обстоятельство Против него И ход событий тоже Формен по очкам бой проигрывает Мурэр При росте 188 сантиметров Весит 100 килограмм Он провел 45 боев Не проиграл ни одного И устроил 40 нокаутов Последний бой Когда он отнял Корону У Ивандера Холлифилда Закончился для его Противника В госпитале Мурэр Левша Жесткий, быстрый И очень опасный боксер Большой Джордж Формен 194 сантиметра И 111 килограмм Правила проведения Поединка За высший титул В мировом боксе Очень жесткий 12 раундов Как уже отмечалось До всей симпатии К Джорджу Пресса Отнеслась Очень скептически К этой затее Выйти на ринг Против чемпиона мира В его-то возрасте Все сочли, что он Слишком медленный Слишком старт Даже среди публики Еще мало кто понимает Что происходит Вот так Джордж Форман Сделал то, что После того, как В 1994 году Джордж Форман Победил Майкла Мурера И стал чемпионом мира Он защитил свой титул Только раз В бою против Бой избегает Я дерусь с Лу Саваризом Я дерусь с Шульцем Но ни Тайсон Ни Холи Филд Не хотят встречаться Со мной Они дерутся между собой Потому что Это маленькие ребята И они Не хотят встречаться С большим Джорджем Форман Вот так и пришлось Джорджу Форману Тогда Воевать с неизвестными Боксерами Типа Крофорда Гримзли Которого Нокаутировал За 40 секунд Джимми Цандер Форману 48 лет Тогда было И все Задавали себе Один вопрос Сколько он еще Может боксировать Люди постоянно Спрашивают меня Когда же я закончил Но Никто меня не видел На полу Это у меня падали На ринге Как горох Кверх ногами Поэтому Только я знаю Когда я это закончил В то время Многие гадали Отправят ли В отставку Большого Джорджа Луса Варис Первый претендент На Звание Победителя Джорджа Я выхожу Против парней На ринг Они показывают Мне спину И спасаются Бегством Если бы кто-нибудь Выиграл у меня По очкам Или отправил Меня на пол Могу вам обещать Просто обещаю Что я Немедленно Закончил С популярностью Которой пользовался Тогда Джордж Форман Казалось Что он может Боксировать До 60 лет Чего-чего А уж силы Физической силы В него хватало Бокс Значит для меня Очень много Даже если у меня Не будет шанса На новый бой За титул Чемпиона мира Для Джорджа Формана Никогда не имело Значения Что скажут Другие Он всегда Знал Что он отвечает За свои решения У него всегда Было мужество Принимать эти решения И он знал Какую цену За это придется Заплатить Я оставлю Бокс Когда захочу Никто не может Диктовать мне Когда И что делать Никто не может Диктовать мне Как мне Распоряжаться Своей жизнью И все-таки Настал этот момент В жизни Джорджа Формана Момент Когда он Должен был Выполнить Своё обещание В жесточайшем бою Против Шеннана Брикса Бою Который По мнению Многих Форман Не проиграл Ему пришлось Выслушать Вердикт Судей Тот самый Вердикт Который Отправил Его В отставку И большой Джордж Форман Оказался Хозяином Своего слова Он ушёл С ринга И никогда Больше Не возвращался Вот так Меди джентльмены Трое Судей Один Даёт 114 114 Ровно Ничью 113 117 Даёт Второй Судья 116 112 И все В пользу Шеннана Брикса Новый Чемпион Шеннан Брикс Ну что, Джордж Это конец пути Вернётесь в свою церковь Своим детям И к своей программе Вы знаете Можно заработать Конечно Много миллионов долларов И я очень доволен Тем, что я это сделал Но вы знаете Это было всё-таки Не столько Из-за денег И я сейчас просто Счастлив Что могу вернуться К своей прежней жизни В свою семью А значит ли это Что ваше обещание В силе Я не буду больше Боксировать Я больше никогда Не выйду на ринг Было здорово Я буду скучать По этому Особенно По Беседам с вами Я люблю тебя, Джордж Говорит Брикс Молодец Говорит Джордж Форман Двигай дальше Навсегда Нимиров Абсолютный чемпион